Ребята, всем привет! Недавно мне тут рассказали одну историю. Подтверждений я и не нашел, поэтому сначала не хотел ехать туда и проводить съемки. Однако сегодня у меня появилось свободное время, и я решил все же скататься туда и проверить гиганты. К вечеру уже подъедут мне стол. Это, кстати говоря, заброшенный санаторий, выполненный сталинского импира. Когда-то в нем отдыхали только высокопоставленные чиновники госаппарат СССР. О, низкий таз радует глаз. Передние колеса аж вывернуты наружу. Причем только правая. И так, к самой истории. История краткая, но интересная. И связана она как раз с этим санаторием. Случилась она некоторое время назад, в наши дни. Дело в том, что руины данной заброшки очень были интересны для проведения всевозможных фотосессий у местных фотографов. Вот и в тот день на фотосессию в стиле свадьбы выехала компания молодых людей. Со слов присутствовавших на фотосессии, их подруга надела свадебное платье и пошла к красивой лестнице, украшенной балясинами в имперском стиле. Сделав несколько кадров, она изъявила желание подняться наверх по лестнице, чтобы ее поснимали, как она спускается в роскошном платье вниз. У всех было прекрасное настроение, и никто не заметил, как девушка, поднявшись по лестнице, скрелась из виду. Когда же спохватились, начали кричать ее и звать, чтобы она прекратила прикалываться и спускалась вниз. Компания подошла к краю лестничного проема и начали звать подругу. Все уже начали порядком волноваться. И вдруг откуда-то сверху мимо них пролетело что-то белое и бесшумное, и грохнулось внизу. Все метнулись к перилам, внизу лежала их подруга. Когда же компания спустилась на этаж вниз, на полу никого не оказалось. Подругу тоже больше никогда никто не видел. Однако через какое-то время любители заброшек начали замечать в этом здании образ детства. Компания подруга. Компания подруга. Компания. Скоростной режим 60 км в час. Подъедем чуть больше. Около 70 км в час. Надеюсь, я туда повернул. Итак, ребят, машину, как обычно, пришлось оставить, так как проезд завален огромными деревьями. Дальше пешком по прямой. О, сколько удочек. Красота. Заброшенная тропа. Местами, то есть здесь, то там встречаются вот такие завалы. Через которые надо перелазить. Где-то надо обходить. На горе листьев вообще практически нет. Здесь уже осень полным ходом, летом и не пахнет. Хотя погода, в общем-то, нормальная. Легкая прохлада. Даже на руку. Интересно, что это у нас тут такое. Непонятно, то ли это гора какая-то из-под зелени пробивается. Заросшая. Где-то, ребят, уже должен подходить. О, вот и оно, кстати говоря. Блин. Ну, наконец-то. Как-то я его запарился искать. С одной стороны гора, горой защищена. А с другой стороны все заросло лесом. Как пышной растительностью. Хрен-то найдешь просто так. Ладно, надо вход поискать. Вазончики такие. Фонтанчик. Сто процентов это вход. Такие вещи обычно строили. Около главного входа. Ладно, пойдем посмотрим, что там наверху. Гранита все отделана. Да, мощь настроили. Балкончики. Ты смотри, сколько лет здания стоит. До сих пор. Делай ремонт, да заезжай. Моментально камень раньше строили. Ну, вот она, лесенка наверх. Не по себе, конечно, ходить по таким местам. Молодец будет. Может быть. Постоянно какие-то шорохи раздаются. Ладно, заходим. В проеме статуя стояла. Блин, обожаю сталинский ампир. Всю эту лепнину, резные перила. С балясиной. Просто красотень. Статую кто-то на водород упер. Нам посмотрим, что наверху. Калидоры, кстати говоря, все без лепнины. О, какие колонны. Блестят, как медный таз. Красотень. Как-то вообще выглядит, как новые. На фоне обшарпанных, облупившихся стен. Там как-то резонирует, даже я бы сказал. Как-то их позже поставили. Так, ну и что-то где искать. Так, это вот лесенка такая же точно. Но это вторая. Первая лесенка. Это вот где разбилась как раз там. Вот она, эта лесенка. Надо потом посмотреть все эти коридоры. Так, лесенка вот туда-то она и поднялась. Черт, у нас. Да. И вот туда она грохнулась, пролетев мимо исполненной управлянной компании. Две лифты здесь такие обшарпанные. В общем, виды такие, как Silent Hill. Капец. А вот это место, кстати говоря, куда она грохнулась. Еще интересно, ребят, когда компания сюда спустилась, прибежала, никого здесь не нашло. Вот что самое странное. Да, загадочная история. Ребята тут подсырила, что ли, все поотвалилось. Капец, виды. О, смотрите, ребят, картинка детская. Мама. Кстати, по нашей теме. По-моему, на картинке и завружена невеста. При чем здесь мама? Мама, вроде просто принцесса. О, это что было? Наверное, штукатурка отвалилась. Тишина. Блин, что-то мне... Как-то мурашки аж по коже пошли. От неожиданности, видимо. Сейчас только поворотов здесь запутков, за которыми может быть кто угодно. Капец. Вот такие разбитые все. Кстати говоря, ребят, в этом крыле голос звучит совершенно по-другому. Нет такого эха, как как в предыдущем зале. Там зал большой, конечно. Здесь, кстати говоря, должен быть еще где-то подвал. В подвале тоже, кстати, неоднократно, говорят, видели образ в белом платье. Кто-то приперся, что ли? Дверь хлопнула. Свет выключу. Блин, ребят, точно шаги, короче, идут. Блин, и сюда, и тут. Что-то мне совсем очковато. Блин, неужели здесь? Доходят, блин. Сейчас, охренеть. Со мной, что ли, кто-то слезит из-за. Да, да, да. Блин, никого. Ну, шаги же только, что здесь были. Блин, что это? Твою мать! Что это было? Через меня сейчас как будто какая-то волна прям холода. Облако холода такого прошло. Блин, что я такое? Что за надо брать себя в руки. Что за фигня? Кстати, тишина. Шаги-то стихли. Никого нет. Опа! Ребят, шаги. Слышите? Блин, слушайте шаги. В районе вон той тумбы. Похоже, вон в одну из комнат зашли. Блин, охренеть. Я же никого не вижу. Никого уже не было. Ребят, вы сами видели. шаги есть. Никого нет. Что за чертовки? Наберет. Может, надо нахер не заходить туда. Блин, мое любопытство меня когда-нибудь точно доконает. куда-то сюда. Ребят, смотрите. хорошее. Охренеть. Это, это, это аж и фата. Ребята, свадебная фата точно. Вон украшение сверху. Капец. Что происходит-то? У меня такое ощущение, что я схожу с ума. Сначала эти шаги в капитале на пустом. Потом эта дурацкая волна холода. Блин, я чуть не обосрался. Теперь это фата. с другой стороны. Фата, конечно, могла принадлежать кому угодно. Мало ли, кто здесь ходит фотографироваться. Но это волна холода. У меня не выходят из головы просто. Что-то мне пропало всякое желание дальше идти куда-то. хотя здесь же еще этот подвал в нем тоже видели образ в белом платье. Блин, короче, надо все толком переросмыслить. Что-то у меня капец качковато одному тут шариться. подвал. Ладно, ребят, похоже, вот этот спуск ведет как раз в подвал. Пойдем в подвал. Посмотрим, что здесь сейчас сейчас вы видите небольшой фрагмент, снятый мной в подвале данного пансионата. Весь материал я решил не выкладывать, потому что он мне показался малоинформативным. Однако просматривая снятый материал, я обратил внимание на один очень интересный момент. За металлическую решетку зацепился маленький лоскут белой ткани, на мой взгляд, очень похожий на фрагмент свадебного платья. Но это, конечно же, полная ерунда в сравнении с пугающими событиями предыдущей локации. Сейчас, конечно, уже об этом легко говорить, но тогда меня реально напугали эти шаги и ледяной поток. По ощущениям, это как будто сотни мелких ледяных иголок неоднократно пытался переосмыслить все эти события, но так и не смог дать рационального объяснения этому явлению. Мне очень интересно, ребят, ваше мнение по этому поводу. Пишите, кто что думает в комментариях. Всем пока-пока.